Ребята, здорово! Шульц в кадре и сегодня у нас экспресс тест-драйв. Просто посмотрите на вот это вот произведение искусства. Это шикарнейшая вещь и давайте посмотрим на него поближе, поподробнее, а потом я вам про него кое-что расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Это Honda Giorno и я внезапно имел удовольствие на нем покататься. И этот аппарат мне так сильно понравился. У нас на канале, как вы знаете, тестов скутеров обычно нету. Есть только один скутер, это Honda Dio. Можете его посмотреть, у нас тест висит на канале. Но он такой, более шуточный. Это же Honda Giorno. Очень мне нравится и своим стилем, внешним видом и тем, как он едет. Давайте посмотрим вот на этот ретро скутер. Начнем, как всегда, спереди сначала и будем продвигаться назад. Тут почти что не о чем рассказывать, но он такой классный, просто пипец. Посмотрите на этот ретро вид. Что мы тут имеем? Мы имеем фару. Ну, просто фара, но она такая кайфовая. Мы имеем поворотнички. Тоже просто поворотнички, но они кайфовые. Передняя панель, которая защищает вас от ветра, от всего этого. И тут прорези под дуделку. Тут есть гуделка, дуделка. Потом мы заведем, мы ее посмотрим. И давайте сейчас сразу заведем. Секундочку. Такая вот штука. Далее мы имеем очень интересную рычажную вилку. Вилочка тут рычажная. В принципе, аппарат сам по себе довольно-таки мягкий. И он прикольно раскачивается и подпрыгивает на кочках. Перед зад у нас штамповки. Это десятые колесики. Ничего такого. Тут посмотрите, как выглядит тормозная система. Тут барабанные стоят тормоза. Есть такая вот защитка, такая хромированная. Все это, конечно, не в самом лучшем состоянии, но выглядит все равно очень круто. Итак, внутри скутера у нас есть приборочка. Приборочка у нас до 60 км в час. Также она показывает, сколько топлива в баке. Есть и лампочки масла, и лампочки скорости. И также есть одометр. Все, больше ничего нету. Красивая окантовочка, хромированная такая, с логотипом Хонды. Тут у нас внутри, в салоне, имеется замок зажигания с ключиком. И крючочек, чтобы вешать сюда покупки, потому что этот скутер мы используем как шопкар. Он у нас стоит в гараже, и мы на нем катаемся за едой в магазинчик, что-нибудь купить, попить и так далее. Пультики. Слева у нас есть ближний и дальний свет, на удивление. Есть поворотнички. И дудилочка, которую я уже показывал. Правый пультик. У нас есть кнопочка электростартера, но он не работает почему-то сейчас. Слева тормоз задний, справа тормоз передний. И ручка газа. Все, больше ничего не надо. Садитесь, откручиваете ручку газа и едете свои 60 км в час. Этот скутер, он не тененый, он стоковый и как бы очень-очень приятная штука. Итак, скутер довольно-таки компактный, но я 1,86 м. В отличие от Хонды Дио той же самой, я сюда помещаюсь прекрасно и сижу довольно-таки удобно. У меня ничего не задевает за мои колени, ноги. Ну, чуть-чуть задевает, но так, нормально. То есть я не боюсь в повороте, что заблочу руль своим же коленом и упаду. Также здесь есть прекрасная вещь, которой очень не хватает мотоциклистам. Это багажник. Багажник находится в унитазе. Очень смешное название у скутеристов – унитаз. Кстати, седло очень мягкое. Ну, в меру мягкое, в меру жесткое. Очень приятно, я скажу так. Открывается оно вот так вот. И что мы тут имеем? Мы имеем довольно-таки большой просторный багажник. Интеграл, в принципе, там поместится. Кроссовый шлем уже не помещается. Но покупок накидать с Ашана туда можно и поехать домой. Заехали в МакДак, накидали бургеров, поехали с ребятами кататься. Отлично. Тут же у нас есть горловина заливного бака топливного и заливная горловина для масла. То есть оно там само будет мешаться. Скутер двухтактный. Вам мешать ничего не надо, оно там само все за вас делает. Это не может не радовать. Посмотрите на эту ретро-широкую жопень. Какая она прекрасная. И вот на этот, как я не знаю, ну, как назвать даже. Типа багажничек. Равный багажничек. Он тоже очень прикольно сюда вписывается. И мы за этот багажник буксировали Мотард. Йуху, мы едем. Вот это не издал, блядь. Скутер тянет его без проблем. Задний фонарь. Стоп-сигнал, габариты, поворотники. И, по идее, место под номер. Но номера у нас нет. Отвали отсюда. Имеется у нас сзади выхлоп. Ну, стандартный такой выхлоп с маленьким таким сосочком. Оттуда газики такие пук-пук-пук-пук. И вы такие едете. Все просто замечательно. Сзади у нас также барабанные тормоза. Мне не стыдно с этим скутером стоять на раскоряку. Потому что он прекрасный. Вот. Вариатор, обдув. И центральная подножка. Тут только центральная подножка. И прикольная особенность. Если скутер не стоит на центральной подножке, то вы не сможете его с кикстартера запустить. Потому что кикстартер будет упираться в эту самую подножку. Вот, собственно, что тут еще можно рассказать. Вот эта вот малышка, бля. Очень-очень приятная. И очень хочется на ней просто кататься. Просто вот вы после работы уставшие, вышли такие. Не хотите там что-то садиться куда-то там, сцепление какое-то, что-то передача. Сели вот так вот, газульку открутили и поехали. И вы знаете, что вы скоростной режим не превысите. Эта штука управляется очень маневренная. Эта штука, блин, такая вот компактная. Сейчас я вам покажу, какой у нее выворот руля. Вы офигеете. Я, значит, беру, снимаю его с подошки, выкручиваю руль и начинаю просто, блин, тут вот так вот делать. Смотрите, что он может. Разве не прекрасно? Мне кажется, прекрасно. Давайте на нем покатаемся, посмотрим, что как он едет. Я вам скажу, эта штука подрывает на заднее вообще без проблем. Офигенный аппарат. Погнали кататься. Итак, 50-кубовое счастье. Счастье-радость. Кайфовая вещь. Скажем так, я только что ездил на литре. Вот на этом вот. И, ой. Да, кстати, особенность такая, это что его нужно заводить на подножке. Заводится просто, легко. Ставим подножку в подножки. Садимся в комфортную позу. И я поехал. Я хочу вам сказать, что он подрывает. Он прям, он может на заднее встать. ФЗМ. Ой, блядь, не буду я на заднее вставать. В общем, блин, очень-очень кайфовый. Очень приятно работает. На холостых у него есть вибрации, но когда ты газуешь, вибрации пропадают. И, в принципе, комфортный, приятный скутер, мопед. Скутер, да, правильно, скутер. Все управляется божественно. Выбор от руля большой. Ты можешь, уставший, после работы там, или, не знаю, сесть, открутить газ в пол и ехать наслаждаться. Очень мягкая штука, приятная. Вот, пожалуйста. Я газ в пол жму, он едет уже 50 километров. У меня мигает лампочка скорости, спид. Я так полагаю, она показывает то, что скорость уже максимальная. И типа это. Долго так жать не надо. Все. На нем куда-нибудь в магазинчик. Вот, взял его, поехал в магазинчик, купил себе сыра, багет, вина. И поехал куда-нибудь на природу кайфовать. Здесь, господи, такая классная вещь. Тормозочки барабанные, чуть слабенькие, сразу два надо использовать. Он и в горку тащит. На нем мы буксировали другой мотоцикл. Он его без проблем буксировал. Даже не напрягался. Особо не греется. Вот, я не знаю, сколько здесь лошадок, но в повороты входит вообще божественно. Прям хоп-хоп, прям залетает в них. Такой приятный, господи боже мой. Я вообще расслаблен. Мне так кайфово. Я сижу удобно. Ноги стоят удобно. Мне ничего не мешает. Я длинноногая, дылда, высокий. И он мне вообще по размеру комфортно. В зеркалах все прекрасно видно. Рувер расположен удобно. Поворотнички работают. Вы послушайте, я сейчас остановлюсь, послушайте. Они щелкают. Вот это щелканье реле. Блин, это все так атмосферно, все так классненько. Приятно обдувает. Я не знаю, это кайфовый скутер. Просто для жизни. Вот вам куда-то недалеко съездить. На почту, в магазин. Ну вот такие задачи решать. Вообще шикарно. Отличное решение. Обслуживать его несложно. Ресурсы у него хорошие есть. Стоят они сейчас недорого. Плюс там типа права номера, это решаемо. Я вот еду сейчас без номеров. И мне нормально. Меня не остановят. Хотя по закону номера сейчас надо иметь. Ты не паришься там со сцеплением, с этими передачами. Все. У тебя есть одна передача, у тебя есть газ. И ты едешь себе в удовольствие. Вот Хонда Диа у нас на канале была. Вот она мне маленькая. А там часто мне руль бил по ногам, блочил. И в поворотах я распадал. Чисто из-за того, что в повороте руль упирался мне в ногу. А тут нет. Тут вот, пожалуйста. Места дофига. Есть багажник. Туда можно положить очень много всего. Есть вот крючочек. И у тебя тут спереди куча места. Я говорить не буду конкретно про характеристики. То, что он там хорошо стащит снизу. Там все дела. Потому что это как бы решаемо все настройкой вариатора. Роликами, ремнем и так далее. Но вот как он мне в руки попал. Он снизу очень бодренько так подрывает. И довольно быстро раскручивается. То есть не приходится его дрючить полчаса, чтобы разогнать до максимальной скорости. Он вот и открыл. Секунд 5-6. И все. Ты вышел на максимальную скорость. И комфортно на ней едешь. Если у вас, допустим, есть машина. И вам по мелким делам неохота ее запускать. Что-то ехать. Расход какой-то бешеный. Сели и поехали. Если, допустим, у вас есть мотоцикл какой-то там основной. Но в какой-то момент он может сломаться. Или вам действительно нужно там быстренько сгонять на почту. Или, как я и говорил, там купить вина, сыра. Да, без проблем. Сели на него. Пнули и поехали. Не заморачиваясь вообще ни о чем. Или вы уставший. У меня часто бывает то, что у меня мотоцикл, и я понимаю, я уставший. Мне там надо съездить пару кварталов. Типа пешочком идти далековато. Мотоцикл брать, заводить что-то там не хочется. Потому что мотоцикл все-таки это довольно-таки агрессивная вещь, которая так и норовит на заднем ездить, которая брыкается. А вот сел у него, съездил, дела сделал свои. На расслабоне все, спокойно, никуда спешить не надо. Я не знаю, у меня сейчас такое состояние спокойное, ненапряжное. Расход у него, он просто нюхает бензин. При этом его можно и тюнингануть, чтобы он там тыч-пыщ, ну как бы это, шарашил. В общем, господи, такая классная вещь. Зачем люди скутеры покупают какие-то там китайские четырехтактные? Я вообще считаю, скутер должен быть двухтактным. Четырехтактный скутер, это не то. Скутер должен быть красивым, двухтактным и практичным, приятным. Вот я его ставлю вот так вот, я отхожу, и мне хочется повернуться посмотреть на него, потому что он, блядь, он прекрасен, просто шикарен. Итак, заключение, что можно сказать? Штука офигенная, сколько лет ему уже, но, блин, не перестает радовать. Практичный, экономичный, ненапряжный, веселый, компактный, юркий, все вот это вот. Возможно, то есть он будет проектом, возможно, мы будем иметь к этому какое-то отношение, но вы увидите на канале, что с ним станет, какой он, как он преобразится и какой он будет прекрасный. А так, отличная вещь, отличный аппарат, всем подходит и большим, и маленьким, и мальчикам, и девочкам. Так что берите, радуйтесь, не ошибетесь. А с вами был Шульц, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии свои какие-то умозаключения по поводу скутеров, и какие скутера вам нравятся. И ставьте лайки, дизлайки. А с вами был Шульц, я уже это говорил. Короче, пока! Здрасте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok